Прежде всего, когда вы зайдёте на биржу, вот здесь вам нужно в разделе «Кошелёк» зайти в «Фиат и Спот». Если ваши деньги где-то на другой бирже, к примеру, либо вы хотите через обменник «BashChange» перевести, вам нужно купить любую монету, вот, к примеру, «Трон», да, вы адрес создаёте вот здесь, нажимаете кнопочку «Ввод». Когда вы нажмёте кнопочку «Ввод», здесь выпадет адрес, вы его копируете, ну, и вставляете, и через обменник там пополняете, да, на счёт «Трон». Но мы сейчас пополним с вами с банковской карты напрямую по самому хорошему курсу. И чтобы это сделать, нам нужно перейти с вами на P2P аккаунт. Здесь вот баланс можете показать, да. Дальше, что нам нужно? Нам нужно купить. Выбирайте, какую криптовалюту вы хотите купить. Видите, можете гримли, рубли даже купить, сразу там пополнить, ну, в любой другой криптовалюте. Но я всегда пополняю в USDT. Почему? Потому что он равняется к доллару. И с ним торгуются практически, да не практически, наверное, все пары, которые есть с криптовалютой на этой площадке. Поэтому я нажимаю кнопку «Купить». То есть, видите, здесь есть «Купить», «Продать». Все это работает в двустороннем порядке. Так же самое, когда у вас на бирже будет USDT, вы можете таким же способом продавать. Но мы сейчас пополняем, то есть, «Купить». И здесь уже мы поймем, как это работает. Смотрите, здесь есть продавцы, которые продают по курсу вот гривны. Меня интересует покупка с карты «Приватбанк». Здесь есть «Монобанк», видите, «Пумб» есть, то есть, разные банки есть, «Альфа-банк». Я хочу с привата купить USDT на 100 долларов, потому что у меня деньги сейчас там на привате. Я ищу курс от 2807. В принципе, хороший, мне подходит купить доллар по такому курсу. И здесь смотрю, что у человека, вот этот человек, который продает, уже есть 374 сделки. И с них 97,4% успешные. То есть, практически все сделки успешные, хорошие. И у него доступно 427 долларов. Мы можем купить. Мне нужно 100, «Приватбанк», поэтому я нажимаю кнопку «Купить» в USDT. Дальше я вставляю сюда, пишу «Получу 100 долларов» и оплачу 2807 гривен. Здесь пишется, также читайте внимательно, условия сделки. Срок оплаты вам за 15 минут. Нужно перевести деньги. Принимаю оплату на карту «Универсальная». Данный владельца карты должен совпадать с данными аккаунта на Binance. Оплата от третьих лиц не принимается. Могу запросить скриншот квитанции. Внимательно читаем условия. То есть, прочитали, ознакомились. Самое главное, чтобы с той карты, которую вы переводите, на то же имя была ваша регистрация аккаунта на Binance. Нажимаете «Купить». Здесь нас перебрасывает на такую форму. Помним, нам нужно за 15 минут перевести 2807 гривен. Кому? На номер вот этой банковской карты. Когда мы будем переводить деньги, там в платеже будет указана фамилия человека, которому мы переводим. Сейчас я ему буду переводить 2807 гривен. Итак, как только я переведу деньги, сразу включаюсь и продолжим видео. Итак, друзья, я деньги перевел на карточку человеку. Теперь я нажимаю «Оплатить ордер». Здесь тоже будьте внимательны. Смотрите, вот сейчас я вам зачитаю. Подтвердите перевод средств продавцу. Подтверждение перевода средств без его фактического исчисления переведет до блокировки аккаунта. То есть не шутите, да, что вы типа перевели, ну то есть деньги не перевели, а нажимаете «Перевести». Таким образом, попытаясь обмануть систему, вы можете быть заблокированы на бинансе. Это очень важно, ребят. Ну то есть вот это все предупреждение, здесь все описано. Поэтому здесь, если вы думаете, что вы кого-то обманете, то такого не будет. В лучшем случае вы будете заблокированы и останетесь без своих средств. Поэтому делайте и поступайте всегда честно и правильно. Все, нажимаю «Подтвердить». Заказ помеченный как оплаченный. Все, буквально пришло пару минут. Там человеку тоже дается определенное время, за которое он должен подтвердить на бирже, что ему деньги действительно пришли. Вот он нажал кнопку, что деньги пришли. Мне сразу выпало ордер завершен. И написано «Количество 100 из детей перевести на биржевой кошелек». Я нажимаю «Перевести». Здесь нажимаете «Показать». Видите, они у меня на P2P-балансе. И теперь мне нужно, чтобы ими воспользоваться и начать торговать, я нажимаю еще раз «Перевод» и «Вспод кошелек». То есть на мой основной кошелек. С P2P-спод количество. Ставлю максимально. 100 долларов. И перейти к торговле. За вот эти внутренние переводы абсолютно никакой комиссии нет. Здесь переживать тоже не нужно. И здесь идем в «Фиат Спот». И смотрим на кошелек USDT. Вот у меня 356 долларов. Было 256 в начале. Поэтому вот таким способом буквально за 5 минут, это записывая видео, мы пополнили счет и перевели на свой аккаунт. 100 долларов. Комиссия минимальная. Перевод быстрый, безопасный и удобный. Я думаю, для всех понятен. Поэтому, друзья, кому данное видео было полезным, и вы будете пользоваться таким способом, пишите в комментариях. Будет интересно почитать ваше мнение. Также обязательно рекомендую, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я буду давать все новости, куда я там инвестирую, что покупаю, чему обучаюсь, где теряю. Ну и будем с вами обучаться и зарабатывать вместе. Всем я вам желаю удачи, друзья. Всем профита. Всем пока.